Доброе утро! 9 часов в украинской столице. Понедельник, 4 ноября. Мы начинаем информационный день на ЮЭТВ. Выпуском новостей в студии работает Артем Бибек. Очередная провокация со стороны оккупантов на Донбассе. Боевики распространили информацию о якобы готовности начать отвод войск в районе Петровского сегодня. Но, как сообщает украинская сторона совместного центра координации и контроля, условия для разведения не соблюдены. Боевики, и это подтверждают наблюдатели ОБСЕ, нарушили режим прекращения огня у Петровского 30 октября. Согласно минским договоренностям, разведение войск возможно только после соблюдения тишины в течение 7 суток. Один украинский военный ранен на Донбассе в результате обстрела со стороны боевиков. 14 раз за минувшие сутки оккупанты нарушили режим прекращения огня. Обстреливали украинские позиции в районе Песков, Пищевика и Водянова, а также Павлополя. Вели оголь у Новолуганского, Хуторовильного, Луганского, Зайцево, Пивденного и Новозвановки. Били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Обстреляли и район Золотого, за пределами участка разведения. Сегодня по позициям объединенных сил у Новолуганского оккупанты стреляли из минометов запрещенного калибра. Сегодня Украина вспоминает херсонскую общественную активистку и правозащитницу Екатерину Гондюк. Ровно год назад, после трех месяцев больницы и нескольких операций, ее сердце остановилось. На активистку напали в Херсоне. Из-за ее проукраинской позиции и борьбы с сепаратистскими настроениями в регионе, 31 июля 2018 года Екатерину облили серной кислотой. Ожогами было поражено более 30% тела. В июне 2019-го напавшие на Екатерину Гондюк были осуждены, однако заказчики до сих пор не наказаны. 33 человека пострадали в результате аварии автобуса на севере Франции. Он следовал из Парижа в Лондон. В салоне были граждане Франции, США, Испании, Австралии, Нидерландов, Румынии, России и Великобритании. Автобус занесло на мокрой дороге, он ударился в отбойник и перевернулся. 29 человек с легкими ранениями доставили в больницы города Перона и Мандидье еще четверо туристов с тяжелыми травмами в университетскую больницу Амьена. 17 человек погибли, 50 ранены в результате аварии в Непале. Переполненный автобус слетел с дороги и упал в реку. Пассажиры возвращались с фестиваля. По данным полиции, вероятно, перед аварией водитель потерял контроль над автобусом из-за технической неисправности. Найти могилу и не потеряться. Израильские разработчики придумали, как посредством современных технологий помочь людям среди тысяч могил отыскать нужную. Для этого понадобится всего одно приложение на телефоне. Как оно работает и какие дополнительные функции имеет, смотрите в сюжете. Найти нужную могилу на большом кладбище – порой непростая задача. Израильские разработчики придумали решение – приложение на телефоне. Оно так и называется – Graves, что в переводе значит «могилы», а работает как обычный дорожный навигатор. Думаю, приложение полностью изменит все, ведь это отличный сервис. Люди перестанут нам звонить все время, спрашивать, как пройти к могиле и раздражаться. Кто-то не был на кладбище несколько лет и потом не может найти захоронение своих близких, потому что везде появляются новые могилы, дорожки, и людям кажется, что они ищут не в том месте. А это приложение четко покажет, как им добраться туда, куда они хотят. Разработчики уже внесли в базу более миллиона захоронений на 30 израильских кладбищах. Для этого использовали фотографии из беспилотников и базы данных агентств ритуальных услуг. Карты постоянно обновляются. «Мы надеемся, что скоро занесем в нашу базу данных столько могил, что каждая из них получит свой адрес прямо как человек. И люди, у которых здесь, например, похоронены родители, не только будут знать, как добраться до их могилы, но и смогут заказать и отправить на нее цветы с курьером». Приложение также показывает молитвы, которые принято произносить у могил. В будущем через него можно будет заказать платные услуги, к примеру, доставку цветов или уборку надгробий. Пока приложение доступно только в Израиле, но разработчики уже планируют выпустить его по всему миру. Инна Касинская, UATV. Выставка о Чернобыле турецкого фотографа Мерта Астекина открылась в Стамбуле. Это его вторая личная выставка о тему Чернобыля, а фотограф выбрал неспроста. Его вдохновила книга Нобелевского лауреата Светланы Алексеевич «Чернобыльская молитва». Выставку видели и корреспонденты UATV. 45 фотографий под каждой реальной историей людей, переживших чернобыльскую трагедию. В своей работе турецкий фотограф сделал акцент на времени, которое остановилось в Припяти после аварии. «В Чернобыле после взрыва атомной электростанции город был эвакуирован, и после этого никто туда не вернулся. Пустые дома, безлюдные виды, пустые школы, пустой город. Время там остановилось. Я хотел показать, что в мире есть место, где время остановилось. Выехав в 2019-м, в Чернобыле я вернулся в 1986-й». Тема аварии на Чернобыльской атомной электростанции для фотографа стала близка год назад. Тогда он прочитал книгу Нобелевского лауреата Светланы Алексеевич «Чернобыльская молитва». Реальные истории людей, переживших трагедию, вдохновили мир так путешествию в зону отчуждения. «В Чернобыле я остановился на три ночи и четыре дня. Ходили по зоне с самого утра до позднего вечера. Там очень много заброшенных мест. Конечно, было сложно заходить в каждую локацию, фотографировать, а уже потом выбирать лучшие кадры». Деньги на организацию выставки выделило Генеральное консульство Украины в Стамбуле. «Мы очень довольны выставкой. В Турции очень мало знают о чернобыльской трагедии. И хотелось бы показать людям, что сейчас происходит в Чернобыле. И, конечно, чтобы мы знали о трагедии, чтобы она не повторилась снова». Среди гостей выставки – представители украинской, крымско-татарской диаспоры Стамбула. «На этой выставке автор больше показывает нам то, что осталось где-то в углу. Какие-то предметы, безлюдные виды. Мне понравилось фото часов, которые, скорее всего, забыли после взрыва». В планах у фотографа организация выставки на других площадках. Мертв говорит, следующий проект может быть также снят в Украине. Джафер Умеров и Дья Катаман. Стамбул. Юэй Ти Ви. Современные хиты в старинном замке. Так в Луцке решили порадовать туристов. На башне замка Любарта Кликун исполнил произведения классиков, украинские и зарубежные композиции. Мини-концерт слушали и луцкие корреспонденты Юэй Ти Ви. Андрей Единак – луцкий кликун ежедневно в полдень. Он поднимается на башню замка Любарта, чтобы сыграть на трубе мелодию песни «Волынь моя». Привычный репертуар меняется на один день – к концу туристического сезона. И над городом звучит мини-концерт современной музыки. Сегодня играю, потому что закрытие сезона. Мы придумали такую фишку – сделать маленький концерт, чтобы люди услышали не только «Волынь моя», но и разнообразную музыку. Должность кликуна или глашатая в замке возродили 4 года назад, чтобы поддерживать традиции и привлекать туристов. Это один из персонажей уцкой городской истории. Мы его популяризируем и хотелось бы, чтобы о нем знали больше. Он общается ежедневно с туристами, с жителями Уцка и знает, что они любят. Поэтому сегодня можно услышать как украинскую народную музыку, так и современные популярные мелодии. Игру Андрея многие жители Уцка приходят послушать специально. Для туристов его музыка подчеркивает атмосферу средневековья в замке. Это хорошая идея. Это хорошая идея, креативная мысль. Не знаю, кто это придумал. Он молодец. Неожиданно, приятно и интересно. Все отлично. Он молодец, делает все, что может. Так что только в плюс. Что-то новенькое. Возможно, какие-то отличия. Не у каждого есть замок. Так что любая фишка – это только в плюс. В этом году выступление Луцкого кликуна в замке Любарта последнее. Услышать игру на трубе туристы и жители города смогут уже в мае, когда откроется новый туристический сезон. Дарья Филюк, Луцк, UATV. Это все, что успеваем рассказать. На эту минуту больше новостей ищите на наших страницах в соцсетях, а также на сайте телеканала uatv.ua. Новости на русском. Каждые два часа мы уже готовимся к следующему выпуску. Все самое важное на UATV не пропустите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова